Бисмиллаху, альхамду лиллаху, ассалату, ассалату аля ресулли лаху, аба'ад, ассаламу алейкум, арахматуллах. Приветствую вас, дорогие друзья. Вчера, 20 мая 23 года, при попытке пересечения российско-казахстанской границы в районе Омска, в Омской области, пограничный пункт называется Иссилькуль, по-моему, был задержан Ясин Халидов, вот этот молодой человек. Он был задержан, так как оказалось, что он находится в федеральном розыске по запросу кадыровской полиции, то ли ОМОНа Росгвардии. И в настоящий момент либо его уже передали, либо он все еще ждет отправки в Чечню. В общем, они должны теперь организовать Омская полиция, должна организовать передачу этого задержанного к кадыровской полиции. Почему эта ситуация важна? Дело в том, что Ясин Халидов является сотрудником Росгвардии ОМОНа, ОМОНа по транспорту, бывшая линейная, ну, в общем, бывший линейный ОМОН. И его история, она была известна нам чуть ранее. Дело в том, что это тот самый человек, который стал причиной слива информации по ЦПшным агентам, по ЦПшным социальным сетям, аккаунтам в социальных сетях, через которые они производят вербовку, обман, подставу людям задерживают, фабрикуют уголовные дела и так далее. В общем, этот человек работал последние два года, ему 19 лет, очень важный момент, он очень молодой. И последние два года он работал сначала полгода в ОМВД по Шалинскому району, то есть в отделе полиции, а затем уже оттуда был переведен по достижению совершеннолетия, тоже вот важный момент. Он вышел на работу в ОМВД по Шалинскому району, будучи еще несовершеннолетним и даже не окончившим школу. То есть ему было 17 лет. Он вышел туда на работу, дождался приказа. Очевидно, что он работал, видимо, не официально, скорее всего, так как незавершеннолетний не может официально работать в ОМВД России. Видимо, он там как-то нелегально у них работал, при этом вел какую-то оперативную деятельность. В общем, его уже посвятили в службу. И как только ему исполнились 18 лет, ему дождался, то есть приказом он был зачислен на службу. После этого он переводится работать в Грозный, в этот самый ОМОН, Росгвардии по транспорту. И последний, наверное, год, там полтора где-то он работает уже в Росгвардии, но работая в ОМОНе, в Росгвардии, он постоянно, как будто бы прикомандированный, опять-таки, конечно же, это не официально, но будто прикомандированный сотрудник к ЦП, он сотрудничает с ЦП. То есть он ведет все их, вот эти левые аккаунты, очевидно, его привлекли как человека, умеющего, наверное, пользоваться социальными сетями, как-то в этом что-то понимающего. В общем, он с ними работает, и за эти год-полтора, ну за год, наверное, потому что потом 4 последних месяца он проводит в Украине, где-то год, наверное, он работает вместе с ЦП. За это время он получает очень большую базу информации по девушкам, которых похищали, затем раздевали, снимали на видео, потом шантажируя тем, что они будут, покажут, сольют, опубликуют эти видеозаписи, шантажируя, заставляли работать на себя. Что подразумевается под работой на себя? Они вели, то есть этих девушек заставляли вести какие-то аккаунты в социальных сетях под видом каких-то радикальных мусульманок. Это тоже вот очень важное направление. ЦП работает по разным направлениям. То есть у них есть направление ИГИЛ, направление Ичкерия, направление Эмарат-Кавказ и так далее. Вот эта вот ячейка ЦП, с которой сотрудничал Ясин Халидов, это люди, работавшие по направлению ИГИЛ. И поэтому у них все было связано с какими-то радикальными проповедями и так далее. То есть эти девочки, их заставляли, допустим, делать в Инстаграме аккаунт, на котором они бы публиковали какие-то там проповеди с призывами убивать всех и так далее. В общем, вещи такие характерные к ИГИЛу. Или, например, какие-то записи, хроника, допустим, этих ИГИЛ, когда еще ИГИЛ был там на коне. В общем, какие-то вещи. И затем те, кто на них подписывались, молодые люди, выходили с ними как-то на связь. Они, в общем, специально их провоцировали, поддерживали с ними связь, общались, назначали свидания в один из прекрасных дней. Как правило, эти свидания проходили где-то на Беркоте, рядом с каким-то 16-м модулем. И, в общем, после того, как они вытягивали этого человека, молодого, навстречу, его, естественно, сдерживали цепешники. И после этого этот человек уже либо отправлялся в тюрьму по сфабрикованному уголовному делу. Это тоже важно, потому что в Чечне запрещено сажать людей по статье терроризм или НВФ. Потому что Кадыров, он победил терроризм, он победил НВФ. У нас таких нет. Соответственно, этих ребят им подкидывали там гранату или какое-нибудь оружие. Фабриковали, в общем, дело по статье «Незаконный оборот оружия», там, ношение, хранение. И вот так отправляли. Либо уже этого человека, опять-таки, использовали как агента, заставляя работать. В общем, вот этот вот парень, Ясин Халидов, он занимался этой деятельностью последний год. После этого он был отправлен, видимо, весь этот ОМОН, скорее всего, у них был отправлен в Украину, в Энергодар. Четыре месяца пробыв там, он, по всей видимости, решает уволиться. Я не буду сейчас заходить вообще в вопросы его мотивации, насколько он там раскаившийся, он или не раскаившийся. Да мне вообще плевать, сейчас речь не об этом. Факт, что человек решает уволиться, ему, естественно, не дают. Он там, в Украине, попадает в подвал, его избивают, он какое-то время там сидит. По возвращении обратно в Чечню, его пытаются, ну, видимо, он снова делает попытку как-то уволиться, я не знаю. Его пытаются задержать. Точнее, его ставят перед фактом, говорят, что ты задержан, чувак. У него изымают какую-то крупную сумму денег. Это какие-то выплаты, которые делает государство, видимо, боевые, за участие в Украине, не знаю за что. В день получения им этой суммы у него забирают эти деньги. И ставят его перед фактом, что, мол, все, ты арестован, так как ты там что-то хотел уволиться, тебе нет доверия. И ему удается в этот момент, то есть он просит, чтобы его вывели, чтобы он там сказал что-то своему двоюродному брату, который его сопровождал, мол, чтобы не переживали, сказать, что все нормально. Под этим предлогом он уходит одним человеком на улицу, и ему удается сбежать. И в этот же день он покидает Чечню. И в этот же день, как только он покинул Чечню, находясь где-то в районе Минвод, он связывается с Янгулбаевыми, с администраторами телеграм-канала Адат, и просит их о помощи, говорит им о ситуации, просит их помочь, сразу дает информацию, что он обладает базой данных, что у него есть фотографии, видеосъемки, есть перечень этих аккаунтов в социальных сетях. То есть у него такая приличная база информации. Естественно, их эта база заинтересовывает. Они ему обещают, что да, они ему помогут, делают все, что в их силах. Но просят его скинуть эту всю информацию, так как если он попадет в руки кадыровцам, то уже отправить он ее не сможет. И также он сам изъявляет желание им эту информацию отправить, так как он хочет сменить свой телефон, переживая, что его могут вычислить по его телефону. А вся эта информация находится у него в телефоне. Он поэтому наскоряк, естественно, эту всю информацию им скидывает. И разумеется, под гарантией, что пока он не будет в безопасности, они ничего публиковать не будут. И они ему это все обещают. Но как только они получают всю необходимую информацию в свои руки, они просто блокируют Ясина Халидова. И сначала они связываются с этими ЦПшниками. То есть звонят каждому из них, там что-то под запись, не о чем-то с ним говорят. И затем они анонсируют это очень крутое расследование. И, естественно, там уже все понимают, откуда у них эта информация появилась. Естественно, уже Ясин Халидов из разряда испугавшегося сотрудника, который не выдержал испытания Украиной, он превращается уже в предателя, предавшего путь Ахмата Кадырова. То есть это уже вообще другой уровень. И, в общем, они в итоге публикуют эту информацию. Это было то самое расследование, которое... Расследование у них, у Инглбаева сейчас что ни действие на канале, это все у них расследование. В общем, это была та публикация под названием «Федеральный терроризм». И уже до того, как опубликовать это расследование, после своего анонса, они блокируют Ясина Халидова, и он больше с ними связаться не может. И, в общем, в таком уже положении, то есть будучи уже в критическом положении, он связывается с правозащитниками. Конечно, он совершил очень крупную и грубую ошибку, связавшись с Инглбаевыми, доверившись им. Но здесь я полагаю, что его возраст, 19 лет, то есть его неопытность сработала, и отсутствие, наверное, информации об этих людях. И, в общем, после этого он под покровительством правозащитников какое-то время он скрывался. И очевидно, что вчера он, видимо, попытался сделать попытку все-таки выехать из России, но был задержан, у него это сделать не получилось. Так вот, сейчас, после того, как уже его задержали, эта информация стала известна журналистам, об этом написала новая газета. И теперь Инглбаевы уже откровенно вышли с публикациями, что это чуть ли там кадыровец, который не раскаялся, и поэтому мы его использовали и так далее. Я даже не буду спорить. Опять-таки, мне вообще неинтересно, раскаялся этот человек или нет. Потому что такие вопросы, они начали бы интересовать после того, как этот человек оказался бы в безопасности. Вот тогда бы мы задавались вопросами, это он раскаившийся человек или нет. Но, исходя из этой логики, что он не раскаялся, он кадыровец, он преступник, мы были еще более заинтересованы в том, чтобы он оказался в наших, условно говоря, в наших, понятно, что не именно в наших, но, условно говоря, в наших руках. Мы были более заинтересованы в том, чтобы он, будучи преступником, как они говорят, он военный преступник, он совершал военные преступления в Украине, он убивал, он какие-то преступления совершал в Чечне. Если все это так, то мы были заинтересованы в том, чтобы он предстал перед правоохранительными органами Украины, раз он военный преступник. Чтобы он оказался в безопасности и в руках не кадыровского, не российского правосудия, где он смог бы свидетельствовать против себя, если он преступник, против своих коллег, совершавших эти преступления. Но из-за действий Янгулбаевых сделать это не получилось. И, наверное, они думают, что, опубликовав это видео под названием «Федеральный терроризм», они добились там какого-то успеха. Но весь успех, который можно оценить, чем оценивается успех в СМИ, в публикациях, он оценивается просмотрами, тем резонансом, который он создает. Так вот, весь успех этого расследования, это 50 тысяч просмотров за более чем один месяц. Никакого подхвата, ничего, никакого резонанса эта история не получила. Потому что она не имеет никакой ценности, если сам человек, сливший эту информацию, не свидетельствует. Она была бы действительно ценной, если бы, оказавшись здесь или где-то в безопасности, этот человек начал бы сам свидетельствовать против своих коллег, против себя, если он преступник. Вот тогда эта информация была бы полезна. Тогда это был бы резонанс. Тогда бы на нее обращали внимание, на нее бы ссылались. А так это, ну, это просто публикация какого-то телеграм-канала, да еще и абсолютно незаслуживающего доверия. Вот что в итоге получилось. Также из этого, само это расследование, в кавычках, федеральный терроризм, с самого начала началось со лжи в отношении этого человека. Так как Ян Гулбаев в начале своего видео, рассказывая, как бы она, подводя к основной теме, он говорит про Ясина, Халидова, следующее, послушайте. Кроме этого, он последние 7 лет являлся оперативником и вербовщиком в кадыровских структурах, где занимался не только похищениями и пытками, но и провоцировал подростков на одиночное нападение. Последние 7 лет он являлся оперативным сотрудником, оперативником, он работал оперативником. Я напоминаю, в самом начале я сказал, что парню 19 лет. Последние 7 лет, если он работал оперативником, значит, он в 12 лет стал оперативником. Понимаете, что для того, чтобы подвести слушателя, зрителя к тому, что этот человек, вот он преступник, он плохой и так далее, для этого применяется даже вот такая ложь, которую настолько легко опровергнуть. Я абсолютно не залазю в вопросы хороший он или плохой. Раскаялся он искренне или не раскаялся. Это сейчас не имеет значения. Важно было, что это очень важный свидетель, который был необходим для того, чтобы свидетельствовать против этих преступников. И если он делает он это искренне, раскаившись, или он это делает из каких-то иных побуждений, это был даже не второй, не третий, десятый, пятнадцатый вопрос. Надо было сделать все возможное, чтобы этот человек оказался в безопасности. Но вместо этого его просто слили, с ним поступили вероломно. Во-первых, это очень серьезный удар в принципе по репутации тех людей, которые, с которыми могут связываться потенциальные раскаившиеся кадыровцы, преступники, которые даже, может быть, не раскаившись, но не искренне раскаившись, но готовы свидетельствовать против своих коллег. То есть, этот кейс сейчас, это будет такой пример для кадыровцев, они будут теперь на него ссылаться и говорить, вот видите, что с вами делают, вы пытаетесь нас предать, а вот вас предают и они, вы не можете им доверять. То есть, это очень такой мощный удар по репутации в целом. Ну и плюс конкретный человек, который мог бы быть очень полезным, он сейчас находится в руках у кадыровцев, конечно же, никаких свидетельств, ничего подобного теперь от него ожидать не стоит. Вот что получилось в результате вот этих очередных вероломных действий Янглбаевых. На этом примере сейчас многие, вообще, я обращаюсь отдельно к кадыровцам, которые, может быть, раскаившись в какой-то момент, захотят уехать и бежать и свидетельствовать против своих бывших коллег. Вы должны понимать, что вопрос, кому довериться, это вопрос жизни и смерти для вас. И вот таких ошибок вы совершать не должны. Вы должны довериться тем, кто, несмотря на то, хоть будь вы миллион раз преступниками, хуже кадырова, вы должны связаться с теми людьми, которые дадут вам слово, если они дали вам слово, они его исполнят, которые не поступят с вами вероломно. кем бы вы не были. А если мы не готовы следовать данным обещаниям, данным нами обещаниям, то мы не должны эти обещания давать. Если этот человек преступник, с ним надо разговаривать и общаться как с преступником, но поступать вероломно нельзя. Также залазить в чьи-то сердца, сканировать их, он искренне он там раскаялся или неискренне, это тоже не наша задача. Таким людям надо давать шанс доказать, что они искренне раскаялись. Быть может, они используют этот шанс и проведут какую-то очень полезную работу против своих бывших коллег. Я напоминаю, что тот же Гизмахмаев, например, человек, доверившийся Милашиной, даже Милашина не поступила с ним вероломно. Супханаллах! Насколько этот момент Милашина, которой я бы, например, никогда не доверился. Даже Милашина не поступила с ним вероломно. И этот человек в итоге он был вывезен, он засвидетельствовал против своих бывших коллег. Мы никакой информации о его раскаянии не получили, то есть мы публично, по крайней мере, о своем раскаянии нигде он не заявлял. Даже судя о том интервью, которое он дал, там вообще нет никакого намека даже на его раскаяние. Но та информация, которую он дал, она была полезна для нас. Понимаете? Его вопрос, его раскаяние, это двадцатый вопрос. Потому что сегодня у нас нет никаких инструментов как-то разбираться с людьми, с преступниками, разбираться, раскаялись они или нет, у нас нет этого, но у нас есть возможность использовать их информацию для используя для себя и во вред нашим врагам. И эту возможность нужно использовать. Ну и конечно самое смешное это слушать от Иоанн Гулбаевых рассуждения про то, что человек не раскаялся, что от него не было таубы, какие-то там исламские терминологии. Этот Ясин Халидовы, он сын ФСБшника, уже мертвого, его отца нет в живых. То есть его отец был ФСБшником, умер, его сын когда подрос стал ментом, поработал два года и когда пытался бежать, поймался, теперь находится у них в руках. И вот о том его раскаяние искреннее или нет рассуждает Ян Гулбаев, чей отец является судьей федеральным. И от отца Ян Гулбаева мы не слышали никаких слов раскаяния в своей работе федеральным судей. Напротив, мы видели, как он козыряет этой своей профессией и своим удостоверением, подписанным Путиным, сует его под нос к Гадыровскому менту, гордясь тем, что его удостоверение подписал Владимир Путин. И этот такой человек рассуждает про искренность раскаяния Ясина Халидова. Надо, наверное, начинать со своего отца тогда. Просто если бы в принципе они были такими последовательными, такими жесткими ребятами, которые не прощают вообще никаких работников, структур и так далее, то есть они будут прям жестко, им нужно раскаяние, нужно как-то доказать каким-то способом, который не был бы вообще подвергнут сомнению. Если они были бы вот такими ребятами во всем, то в принципе можно было бы понять такую позицию. Но когда в отношении своего отца столько приемов оправдания применяется, все что угодно вплоть до того, что разбираются какими делами он там занимался и так далее, хотя само понятие федерального судьи подразумевает, переходя в исламскую терминологию по шариату, это не просто сотрудник силовых структур, это не просто муртат, как говорят, это тагут, это вообще другой уровень, там вообще никаких рассуждений на эту тему не ведется. И такие люди, если они явно не высказывают свое покаяние, то от них в принципе ничего не принимается. Но здесь мы видим от отец англубаевых, всевозможные приемы оправдания, а человек, который рискуя своей жизнью отправил им данные, свидетельствующие против его коллег, этого было недостаточно, чтобы поверить в его раскаяние. Отец англубаевых ничего не отправлял, никакой информации, то есть никаких действий, которые указывали на его раскаяние, он не сделал, наоборот, он еще и козырял своей должностью, а здесь человек конкретную работу против преступников провел, слил эту информацию, и этого оказалось недостаточно. В общем, для кадырцев, потенциальных беглецов, для вас это очень важная информация, когда, если вы надумаете и окажетесь ситуацией, что вам нужно бежать, хорошо думайте над тем, с кем вы связываетесь, смотрите на его послужной список, на репутацию, от этого будет зависеть ваша жизнь. Сейчас Ясен Халидов только благодаря какому-то резонансу сейчас этот человек может остаться в живых, потому что то, что он сделал, это самое тяжкое преступление в Кадыровской Чечне, самое тяжкое. Помните, когда я рассказывал вам про, точнее, не вам, я тогда говорил с Рамзаном Кадыровым, обращался к нему на своем основном канале, про Идилова Абдул-Керима, я ему сказал, мы с тобой оба знаем, за что ты его убил, чушь про наркотики, это для обывателя, мы-то с тобой знаем, за что ты убиваешь, убиваешь ты за предательство, я ему сказал, потому что только предательство не прощается Кадыровым, это вот такой парадокс предателей, они сами совершили предательство, вот эти совершившие предательство предатели в отношении себя предательство не прощают, они очень строго его карают, и поэтому все те, кто у нас погибал из Кадыровцев, пропадал без вести из Кадыровцев, или как-то иначе, может быть, не умер или не пропал, но вот его судьба как-то очень сильно изменилась, это всегда связано с предательством, вспомните любую смерть Эбби, Мамак, за что они были расчленены, за предательство, за что был убит бывший мэр Аргуна, за предательство, за что был наказан, прострелили руки Исламу Кадырову, а затем вообще опустили, и он до сих пор не может выплыть из той ситуации, за что? За то, что он был просто под подозрением, что он, возможно, завершил преступление, а когда даже это, то есть, сам умысел предать они не смогли доказать, но человек рядом с ним, находившийся, его предал, и он, возможно, за ним просто не доглядел, а может быть, отнесся к этому как-то халатно, за это его до сих пор наказывают, он до сих пор не выплыл из той ситуации, понимаете, насколько для них это тяжкое преступление, то, что сделал Ясен Халидов, и вот на такой уровень его положение, то есть, вот в такое критическое положение его поставили именно Ян Гулбаева, и вот сейчас только резонанс вокруг этого человека, только публикации, только общественный интерес к его делу может спасти его от казни, от пыток, к сожалению, его уже не спасти, пытать его будут по-любому. Субтитры сделал DimaTorzok